Радиоактивный элемент, излучающий альфа-частицы, помещался внутрь свинцового цилиндра. Вылетев из сосуда через узкий канал, альфа-частицы проходили сквозь тонкую металлическую фольгу толщиной около 10 в минус 6 степени метра и попадали на полупрозрачный экран, покрытый специальным веществом. Столкновение каждой частицы с экраном вызывало вспышку света, которую можно было наблюдать в микроскоп. Весь прибор помещали в сосуд, из которого был откачан воздух. Экран располагался под разными углами к первоначальному направлению движения альфа-частиц, и каждый раз подсчитывалось число частиц, рассеивавшихся на тот или иной угол. Выяснилось, что большинство частиц свободно проходили сквозь фольгу, испытывая лишь незначительные отклонения. Анализируя результаты многочисленных экспериментов, Резерфорд пришел к выводу, что отражение альфа-частиц обусловлено их отталкиванием положительно заряженными частицами, масса которых соизмерима с массой альфа-частицы. Масса электрона примерно в 8000 раз меньше массы альфа-частицы, поэтому электроны, входящие в состав атома, не могли существенным образом изменить направление движения альфа-частицы. Опыты Резерфорда позволили также оценить размеры атомного ядра. Оказалось, что ядро имеет диаметр порядка 10 в минус 14, 10 в минус 15 степени метра, то есть в десятки и сотни тысяч раз меньше диаметра атома.